Прежде чем вы посмотрите это видео, я хочу порекомендовать вам онлайн-конференцию «Личностный рост для реальных результатов», которая состоится с 17 по 28 сентября. Конференция абсолютно бесплатная, к тому же она онлайн, а значит для участия в ней вам нужен только интернет и ваше желание прокачать личностный рост и улучшить свою жизнь. 18 самых лучших экспертов в области саморазвития личностного роста поделятся с вами своими знаниями и позволят обрести бесценные техники и навыки. Спикеры подготовили для вас много полезной информации и подарков, и все, что вам нужно, это просто зарегистрироваться на сайте конференции. Ссылку на сайт я оставлю в описании под видео, переходите по ссылке, заполняйте форму для регистрации, ведь участие, повторюсь, абсолютно бесплатно с 17 сентября с 19 до 21.00 по московскому времени. Друзья, всем привет, спасибо, что заглянули. Сегодняшний ролик несколько необычный для моего канала, но все-таки я думаю, что я его помещу в плейлист «Болтология», потому что сегодня действительно будет разговорное видео, хотя тема совершенно нелегкая, она довольно серьезная. Мы будем сегодня говорить про ВСД и панические атаки, а вернее я хочу поделиться с вами своим опытом борьбы, вот ни больше, ни меньше борьбы, которая затянулась на довольно долгое время с этим недугом, который не называется болезнью и, в общем-то, как говорят, лечения от него не существует. Но на самом деле, конечно же, лечение есть, но оно не в таблетках. Я обо всем этом как раз расскажу сегодня в этом ролике. Я довольно долго морально готовилась к этому видео, именно потому, что когда ты вещаешь на такой огромной аудитории о здоровье, а вернее о нездоровье, это всегда лично. Я решила, что сегодня я не буду экономить время, просто сяду возле камеры и буду говорить столько, сколько говорится, не буду себя урезать. Видео, поэтому, еще раз повторю, будет очень длинным, но я должна выговориться, и этот ролик полезен будет, я надеюсь, не только для вас, но и для меня, для того, чтобы как-то структурировать все, что со мной происходило, все, что со мной в какой-то степени продолжает происходить, для того, чтобы сделать какие-то выводы. Итак, если вы не знаете, что такое панические атаки, ВСД, невроз, то вы просто счастливый человек. К сожалению, я знакома со всеми этими терминами, и еще с многими сопутствующими терминами, и это, конечно, не есть хорошо, но это случилось в моей жизни, и я на сегодняшний день уже это приняла, хотя в свое время, конечно, отвергала. Первая паническая атака у меня произошла очень давно, мне было, наверное, года 23. Вот представьте, в том возрасте, когда ты еще молодая девушка, у тебя происходит вот эта самая паническая атака, и ты, конечно же, абсолютно не понимаешь, что, собственно говоря, с тобой происходит. У меня дико билось сердце, у меня была такая тахикардия, тахикардия – это как раз учащенное сердцебиение, оно у меня было такое сильное, что влияло, ну, скажем, на общее мое состояние, у меня качало, у меня окружилась голова, и я чувствовала себя ужасно. В тот момент, когда это произошло, конечно же, мне вызвали скорую, потому что, ну, все были в шоке, никто не понимал. Вообще, знаете, как это произошло? Мы просто сидели, ужинали с семьей, ничего не предвещало, ничего не произошло такого страшного, что могло бы, там, не знаю, какой-то стресс. Просто вот неожиданно, раз и все. Вот в этом вот такое предательство этой самой панической атаки, что она может произойти где угодно, и, ну, понимаете, да, мое состояние. Самое интересное, что в тот момент, естественно, мое состояние усугублялось тем, что я не понимала, что со мной происходит, от этого мне было страшно. А когда вам страшно, то все симптомы ваши усугубляются вам еще хуже. То, что этого не нужно бояться, конечно же, я поняла уже по прошествии большого количества времени. На тот момент не было ни интернета, ни информации, и все это, конечно же, усугубляло ситуацию еще больше. Я не понимала, а раз я не понимала, то я придумала все, что там мне только могло прийти в голову. К сожалению, в тот период мне не встретился толковый врач, как и, кстати, позже, который смог бы мне объяснить мое состояние, да, ну и тем самым мне бы в любом случае стало легче, я бы знала, как с этим бороться. На тот момент я, естественно, проходила разные исследования, которые, соответственно, показывали, что у меня ничего нет, то есть никаких нет патологий, нет никаких серьезных проблем, которые бы вот провоцировали бы вот эту тахикардию. То есть на тот момент, после первого приступа, единственный, который у меня остался симптом, это тахикардия. Мое сердце день и ночь билось просто в ужасном ритме, и я чувствовала от этого себя плохо, да, меня и качало, у меня была слабость, и со всем этим мне приходилось жить. В 23 года это, конечно, вызывает полнейший шок. И в конце концов, через, не знаю, 3-4 месяца какой-то врач там мне поставил диагноз ВСД. Опять же, понять, что такое ВСД, не имея интернета и каких-то специальных книг, под рукой я не могла. Конечно же, в то время, когда я поняла, что мне никто не поможет, я продолжала просто жить, и еще раз повторю, постепенно, через очень долгий срок, как-то потихонечку все это зашло на нет. Но я думала, что навсегда эта проблема на меня покинула. Панические атаки вернулись ко мне через 20 лет, да, серьезно, вот такая цифра. Панические атаки, вот такие сильные проявления симптомов ВСД вернулись ко мне после того, как я пережила мощнейший стресс, вообще и я, и моя семья. Ну, естественно, о этих вещах знали только близкие люди. У меня муж попал в очень серьезную аварию, машина уже не подлежала восстановлению, он перенес две операции, вот в этот момент, естественно, вот можно представить, что пережила я. То есть был мощный стресс, и вот в тот момент, когда это все происходило, самое интересное, ничего, то есть симптомов никаких не было. Но когда прошло где-то, по-моему, 2 или 3 месяца, вот это вот все уже устаканилось, да, уже как бы, ну, муж уже из больницы был переведен домой, да, уже все как бы, я уже поняла, что, ну, все не так страшно, как мы думали на самом деле, слава богу. Вот, и вот тогда, только когда я немного расслабилась, отпустилась ситуацию, произошло вот то, что произошло. Я вам сейчас расскажу, с чего это началось, и на самом деле, опять же, сейчас анализируя, я понимаю, что, ну, как обычно, виновата во всем я сама, мой импульсивный характер, моя эмоциональность, моя нервная возбудимость, что ли, ну, вот как бы это такой склад моего, ну, характера, наверное, склад моей личности, ничего здесь не поделаешь, хотя я стараюсь с этим бороться. Итак, в один из дней я сидела у компьютера целый день, у меня был день монтажа, я действительно устала, вот это напряжение. Я встала, пошла налить себе чаю и поняла, что меня, ну, как бы, очень сильно качнуло, прям вот не качнуло, я не упала где-то внутри, прям очень сильно. В этот момент я испугалась, испугалась прям вот потому, что у меня даже и зрение, знаете, немножко четкость зрения пропала, можно так, наверное, сказать, то есть состояние было. Я испугалась, присела и думаю, сейчас измерю давление. Почему мне первую очередь пришло измерить давление? Я не знаю, хотя у меня давление всегда в норме было, и у меня всегда, ну, даже пониженное, там, 110, это вот мое давление. Я измеряю давление, вижу цифры 140 на 80, по-моему, может, 90, я не помню. Ну, даже, наверное, нижнее, может быть, было даже и в норме. Так вот, не зная, почему я увидела эти цифры 140, я испугалась просто дико. Наверное, потому что 110 всегда видела. У меня мама болеет гипертонией, ну, как, наверное, многие люди ее возраста, и как бы вот давление, давление вот это у меня все время на слуху, да, и я увидела эти цифры, я дико испугалась. И вот это вот был тот самый мощный толчок, который вывел меня из строя, ну, наверное, где-то на год, не меньше. На самом деле, эти цифры, конечно, никакого не несли вреда моему здоровью, и бояться этого было абсолютно нечего. Кто-то изживет с давлением 140, и в моем возрасте, в общем-то, это не страшно. Мне 46 лет, да, ну, как бы это не хорошо, но это не страшно, да, это, по-моему, граница нормы, ну, 130 было бы неплохо. Так вот, о чем я? Я тогда так сильно испугалась, и этот страх, естественно, спровоцировал у меня паническую атаку, он спровоцировал у меня еще большее повышение давления, и я начала измерять это давление снова и снова. И вот с этого момента просто произошла такая штука, что я зафиксировала, мой мозг зафиксировал этот страх, и каждый день вечером у меня поднималось давление. До этого, представьте, человек вообще об этом ничего не знал. То есть, если это гипертония, она держится у вас, да, это повышенное давление, ну, практически всегда. У меня давление, которое подскакивало от страха, подскакивало от того, что от мыслей, что вот пришел вечер, и вот сейчас у меня, наверное, поднимется давление, оно у меня поднималось. И вот представьте такую картину, что ты просто просыпаешься утром, меряешь давление, у тебя все замечательно, днем у тебя все замечательно, а вечером у тебя давление поднимается. Как такое может быть? Это может быть только тогда, когда ты тревожишься, да, когда ты пугаешься, и совершенно естественным будет то, что давление у тебя будет подниматься. Ну, грубо говоря, ты делаешь это сам. Но это еще не все. Помимо давления, на тот момент ко мне пришли практически все симптомы, какие только могут быть. У меня было головокружение, но не то головокружение, а знаете, когда у вас кружится что-то перед глазами, это ощущение неустойчивости. То есть я иду по улице, и такое ощущение, что у меня не твердая земля, а вот какие-то маты, что ли, или что-то. Что у меня ты идешь-идешь раз, как такой, как провал, знаете, шаткость походки. Причем я не иду шатаясь, шаткость это где-то внутри, в голове. Эти симптомы, они нарастали день ото дня, потому что день ото дня нарастала моя тревога, нарастал мой страх, и это такое было естественное, что ли, для организма состояние, не состояние тревоги, а то, что я боялась, и, естественно, организм реагировал. Я вам могу еще долго рассказывать про симптомы, их было просто великое множество, и они росли, и они каждый, там, не знаю, день-два прибавлялись новые. То каждый адекватный человек сделает, когда он испытывает проблемы со здоровьем. Ну, конечно, пойдет к врачу, и я тоже пошла к врачу, и я тоже обследовалась от и до, и, ну, как понимаете, врачи сказали, что ничего такого, вот, ну, какие-то, конечно, есть там проблемы, понятное дело, в пределах, что ли, нормы моего возраста, да, но чтобы что-то такое, что могло вызывать вот именно такие симптомы, в общем-то, у меня не нашли. Вместо того, чтобы успокоиться, меня это стало тревожить еще больше, потому что я не понимала, что со мной происходит, и не было врача, который бы мне сказал, что, Татьяна, вам нужно обратиться к психотерапевту. Татьяна, это проблемы не телесные, это проблемы совершенно другого характера. Хотя на самом деле, конечно же, первое, что вы должны сделать, когда вы почувствовали, да, вот эти проявления панической атаки и ВСД, это, конечно же, обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы понимать, что нет каких-то серьезных отклонений, что дело совершенно в другом. Вот у меня оказалось, что дело действительно совершенно в другом. На самом деле, тот момент в своей жизни я вспоминаю просто с каким-то ужасом, потому что я реально так себя плохо чувствовала. Я просто, я не могла выйти из дома нормально. Я не могла нормально жить. Я продолжала снимать ролики. И сейчас я смотрю на эти ролики двугодичной давности. Я настолько ужасно выглядела. Я действительно, мне даже писали люди, там, вы так сильно похудели, там, что-то. Ну, люди же не знают, что с тобой происходит. Ты же не будешь каждому объяснять, что происходит. Я не могла есть. Соответственно, я худела просто на глазах. Я не могла никуда поехать. Я не могла даже представить, что я могу там полететь. А что там будет со мной? Мне и так так плохо. Что с моим сердцем? Что с моим давлением? Я там умру. Да я там... Меня приглашали в пресс-туры. Я тоже отказывалась. Дальше я, конечно же, стала искать информацию в интернете. Потому что на тот момент я думала, что врачи просто чего-то не находят. Они чего-то не видят. А я, можно сказать, умираю тут на глазах. Мне настолько плохо. И ничего мне не помогает. И вот этот какой-то комок проблем, да. И что вообще со мной дальше будет? Я просто находилась в таком диком стрессе. Круглосуточно, да. Круглогодично я находилась в такой дикой тревоге. И это вот был такой замкнутый круг, который я просто не могла разорвать. Я перестала ходить на встречу со своими подругами. Когда они меня куда-то звали, я думала, боже, как? Нет. И я не смогу. Потому что если я оттуда пойду, а вдруг я упаду в оморок? А что люди скажут? А как на меня посмотрят? И выйти куда-то я не могла. Я просто ходила по стенке. И реально меня так качало. У меня в первую очередь реально у меня было дикое головокружение. У меня поднималось вечером давление. То есть все, что только может быть. Вот кто пережил это, те меня поймут. Просто словами это не объяснить. Когда я на весах увидела практически критическую цифру моего веса, я поняла, что ну вот все. Если дальше я ничего не буду делать, ну я не знаю, чем это, в общем-то, может быть чревато. И во что я, собственно говоря, уже превратилась в свою жизнь и жизнь своих близких. Потому что они, естественно, страдают вместе с вами. К тому же, есть такой момент, что они не понимают. А это невозможно понять, если вы это не пережили. Они не понимают, что с вами происходит. Они видят, что врач вам пишет, что вы здоровы, что у вас вот там нет того-того. И почему ты при этом продолжаешь так себя плохо чувствовать, и почему ты там, не знаю, отказываешься от этой жизни, они этого не могут понять. Это тоже такой очень скользкий момент. И здорово, если люди, которые рядом с вами, они все-таки попытаются хотя бы проявить к вам понимание. Хотя, конечно, я понимаю, что тоже как бы терпение, оно не бесконечно. Так вот, следующий мой этап был вот в этом ужасном своем состоянии. Я пошла к психотерапевту. Почему-то, я не знаю почему, на тот момент психотерапевт не выбрала более подходящий для меня путь. Это беседа, это объяснение, да, это терапия. Почему-то она выбрала путь лекарственный. И она прописала мне препараты и даже капельницы. Те, которые я... Это не антидепрессанты, потому что я проходила, опять же, у психолога, тесты, у меня нет депрессии. У меня действительно ее не было. Депрессия это когда ты не хочешь жить. А я, то есть не то, что не хочешь жить, да, тебе ничего не интересно. Я, когда у меня отступали немножко симптомы, я была счастлива. То есть я жила полной жизнью. То есть мне было вот только от симптомов плохо. То есть у меня не было депрессии. Но она почему-то прописала не антидепрессанты, а я забыла, как называются эти, слава богу, препараты. Не название этих препаратов, а вот именно классификация. Напишу, если я вспомню все-таки. Так вот, эти препараты, они вводили меня вот в какой-то, знаете, тормож... Они тормозили, да, они меня успокаивали, они тормозили мою нервную систему, я так понимаю. И я вот такая, знаете, была... Я была спокойна, но это не помогает. Лекарства не помогают. Они могут, конечно, возможно, помочь на каком-то остром периоде как-то, может быть, что-то приглушить. Но не нужно забывать, что вы же не будете всю жизнь жить на этих самых лекарствах. Закончатся курсы, что вы будете делать, вы же не можете их всегда пить. Когда это лечение закончилось, да, мне стало немного легче, но я здорова и точно не была. Я, конечно, жила, продолжала, но я как будто жила на ощупь. Ну и следующий этап, это как раз то, что принесло мне пользу, то, что сработало. Но я хочу сказать вам, что у меня нет волшебной пилюли для вас, у меня нет волшебного средства. Помогает в этих случаях только желание от этого всего избавиться и труд. Я стала искать информацию, я стала слушать психотерапевтов, психологов, людей, которые жили уже с этим, борются или боролись. Я стала, не знаю, какие-то формы искать. И я начала, как сказать, я начала учиться выходить из этого состояния. Оказалось, что это, конечно же, совершенно непросто. И это не одного дня работа. Эта работа очень длительная, но выйти из всего этого можно. Итак, что же я делала? В первую очередь я сделала самый главный для себя вывод. Я поняла, что панические атаки и симптомы ВСД уйдут только тогда, когда я перестану их бояться. Вот только тогда. Но перестать их бояться, это не так-то легко. Ну, ты же не скажешь себе так, все, я не боюсь. Нет, мозг, он привык бояться. У него уже есть путь, который он себе выстроил, да, и он ходит по этому пути. Заставить его идти по-другому можно только изменив свое мышление. Вот поверьте, это самое трудное, когда вы годами привыкли мыслить в одном русле, а вам сейчас нужно научиться совершенно в ином. Когда у вас происходят приступы панической атаки, вам нужно не бежать от этого приступа, а идти на него, то есть допустить его. Что делала я? Я старалась исключить любые, не знаю, возможности повторения этого приступа. Не ходить туда, где он случился, да. Когда вечер, значит, это страшно, у меня было давление вечером, значит, вот вечером она у меня снова поднимется. Я поняла, что даже сила панической атаки, она зависит от меня, она зависит от моей реакции, как я на нее отреагирую. Пришла эта самая паническая атака. Я чувствую тревогу, страх, и я чувствую, что у меня там кружится голова, у меня темнеет, я сейчас, наверное, точно грохнусь в обморок. И как же много зависит от того, что я скажу себе. Или я скажу себе, ой, как страшно, боже мой, я боюсь, что сейчас будет. Или я могу сказать, паническая атака, да. Ну, я уже переживала ее сколько раз, я умерла, у меня был инсульт, не было, инфаркт не было и не будет. Окей, ты пришла, эта самая паническая атака, давай я ее просто переживу. Я даже знаю, что будет сейчас происходить, я не бегу от нее, я ее переживаю. Жду, когда она пройдет, и стараюсь воспринимать ее более спокойно. Да, мне хреново, мне очень плохо, и да, мне там, не знаю, все какие симптомы могут быть. Но я ведь не умерла от этого в прошлый раз. И как умный человек, как неглупая женщина, я понимаю, что и в этот раз я, скорее всего, от этого не умру. Поэтому я ее просто переживаю. Не нужно себя жалеть и нужно понимать, что ничего, я уверена в этом, ничего в этой жизни не происходит просто так. Если это пришло, значит, это вам надо. Подумайте, почему этот самый невроз, и я подумала, почему эти панические атаки, почему это пришло в вашу жизнь, почему это с вами происходит. Наверняка не просто так. Это повод задуматься, это повод пересмотреть свою жизнь, это повод что-то поменять. И это здорово. У меня был этап, когда я, ну, начала уже, да, начала эту работу над собой, и вроде бы дома все было хорошо. У меня не было там, не знаю, никаких панических атак, у меня даже проявления, вот эти вот ВСД головокружения, там, не знаю, вот это, знаете, как воздуха вам не хватает, сдавленность грудной клетки. Даже этого ничего не было, но только я делала шаг за порог, это просто было смешно, потому что я прекрасно понимала, что это фигня, но не может быть так. То есть ты или больна, или ты не больна. У тебя не бывает, что ты дом больна, ой, то есть дома ты здорова, да, вышла на улицу, ты стала больна. То есть я все прекрасно это понимала, но мой мозг, видимо, настолько привык уже по этому пути ходить, он привык бояться каких-то ситуаций, да. И вот первое, что я делала, сначала я просто с мужем выходила, не знаю, в магазин вместе, меня качала, колбасила, я держалась за его руку и просто шла. Вот мне страшно, а я шла. Так вот, следующий этап, я просто выходила из квартиры, дома все было чудесно, выходила из квартиры и, даже вспомнить не могу, и доходила до соседнего дома. Шла, шаталась практически, где-то внутри, возможно, я так и не шаталась. То есть я вот, и я шла, шла до этого соседнего дома, дальше я шла еще дальше, потом еще дальше, следующий этап был магазин, то есть я потихоньку преодолевала себя. Я уже так много наговорила, поэтому сейчас попытаюсь немножко структурировать все, что я сказала выше. Итак, первое, панические атаки пройдут только тогда, когда вы перестанете их бояться. Не от них нужно бежать, а на них, давать им случиться, проживать этот свой страх, идти на этот страх. Самый провальный путь это избегать ситуации, где вам было плохо. Бежать от этих ситуаций, допустим, там в торговом центре вы больше туда никогда не зайдете, в автобусе вам было плохо, и вы тоже сейчас ходите пешком, или что-то в этом роде. Потому что эти симптомы, они будут только нарастать, у вас уйдет страх этого, появится страх другого. В любом случае от панических атак еще никто не умирал, от ВСД никто не умирал, и есть только один способ борьбы с этим, это преодоление себя. Не измеряйте по 150 раз давление, как я это делала, пульс, что там кто-то измеряет температуру, куча разных есть симптомов, не делайте это. Это фобия. Чем больше вы измеряете, тем выше показатели, потому что вы нагнетаете тревогу, вы боитесь за себя, вы... Вот именно этим своим поведением ваше давление повышается все выше и выше. Следующее. Лекарства не работают. В самых таких острых случаях, возможно, лекарство действительно может как-то поддержать, может быть, там, не знаю, как-то помочь. Но это все временный эффект. Лечится все это у психотерапевта, у психолога. Первое, это работа над собой, потому что никто, ни я, ни доктора, ни ваши друзья, ни какие-то суперспециалисты вам не помогут, если вы сами, сами не будете бороться. Ну, а то, что я могу вам посоветовать, помимо того, что я сказала уже, это еще два способа. Первый способ, это расслабление. Оно просто жизненно необходимо для ВСДшников и для тех, кто переживает панические атаки. И второй, это правильное дыхание. Возможно, вы слышали и об одном, и о втором. Но если вы будете делать это регулярно, то обязательно вы будете иметь, вы получите результат. Итак, первое, мое самое любимое, это расслабление. Вам нужно обязательно лечь на твердую поверхность и попытаться расслабить свои мышцы. Но не расслаблять полностью, да, все свое тело, а расслаблять свое тело постепенно. Начинаем сверху. Попытайтесь расслабить мышцы лба, или, ну, будем говорить, например, лоб, потом глаза, да, круговую мышцу, потом подбородок. То есть вы это постепенно должны расслаблять свои мышцы и чувствовать это не быстро. Дальше плечи. Вы лежите и пытаетесь, пытаетесь, потому что поначалу не очень это хорошо получается. Вы расслабляете плечи, руки, грудную клетку, живот. И вы должны чувствовать все мышцы. Вы должны сконцентрироваться и понимать, что вот сейчас вот я вижу эту мышцу, и я ее сейчас расслабляю. И так вы постепенно расслабляете себя всю или всего. Это отличный способ снять напряжение. Проверено на себе. Я стараюсь это делать каждый день. Ну, иногда, конечно, не получается, но когда чувствуешь, что мне это надо, особенно если долго работаешь у компьютера, мышцы находятся, или, не знаю, какой-то, так сказать, стрессовая ситуация, напрягаются мышцы. Нам нужно обязательно их расслабить. Это отличное упражнение. Попробуйте его сделать. Самое главное – чувствовать и как бы внутренним своим взглядом видеть эту самую мышцу и расслаблять ее. Это очень помогает. Следующее упражнение – это дыхание. Об этом, я думаю, многие знают. Это когда вы делаете глубокий вдох и очень медленный выдох. То есть в 2-3 раза медленнее выдох, чем вдох. Чем больше вы сделаете таких упражнений, тем лучше. Мне тоже это помогает в случаях, не знаю, излишнего напряжения или тяжелый день, или я вот в данный момент чувствую себя не очень хорошо. Возможно, у меня действительно снова появляется тревога или что-либо. Это работает. Конечно же, я задаю себе вопрос, почему у одних людей есть проблема в СД, а другие даже не знают, что это такое, никогда не слышали. Если слышали, то, естественно, не понимают, о чем идет речь. Я думаю, что здесь, скорее всего, совокупность причин. И причины, они не так просты. Потому что на самом деле, вот даже если посмотреть на мою жизнь, вот на сознательную, не детство, а именно сознательную, то в общем и целом она довольно благополучная. Ничего такого, не знаю, запредельного в моей жизни не происходило, чтобы я вот, у меня была какая-то повышенная тревожность. И довольно часто, вот на фоне абсолютно благополучной жизни, такие вещи случаются. Но я думаю, что не зря говорят, что все проблемы из детства, а я пережила вот действительно такое довольно сложное детство. Не хочу углубляться в эту проблему, но это так. Поэтому я думаю, что какие-то вот основные раны, что ли, да, основные какие-то вот травмы, они были получены именно тогда. И вот потом они уже перекочевали в мою такую сознательную взрослую жизнь. И несмотря на все благополучие, они дают о себе знать. К тому же сам склад характера, да, эмоциональный, тревожный. Но я все-таки думаю, что это не так страшно, и со всем этим можно и нужно бороться. Другое дело, что нужно прикладывать довольно много усилий. И я подозреваю, что в свое время, когда 20 лет назад у меня первый раз произошло нечто подобное, я уже могла бы избавиться от этого, но если не навсегда, но второго, возможно, повтора бы не было. Вот такой силы, какой я пережила два года назад, если бы я уже тогда смогла понять, что со мной происходит. Но повторю еще раз, на тот момент, к сожалению, не было никакой информации, ни интернета, ни книг, ни толковых врачей в данный момент не было. Ну вот вокруг меня, да, мне такой не попался. Но тем не менее, еще раз хочу повторить, что все, что нам дается, все дается для чего-либо. И, возможно, моя жизнь была где-то неправильной, я понимаю, где она была неправильной. Вот, и я должна была что-то изменить, и я изменила. Мне кажется, я так много говорила, так сумбурно, так эмоционально, как обычно, но в этом я вся. На этом все, спасибо огромное всем, кто посмотрел это длинное видео до конца. Надеюсь, что, ну, хоть чуть-чуть оно было для вас полезным. Я с вами прощаюсь, и до встречи на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok